Президент Беларуси 8 и 9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита ЕАЭС около двух десятков пунктов. Глава государства обсудит развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы. Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик. Доходы и расходы следующего года. В овальном зале депутаты голосовали за документы, которые определяют финансовую стратегию 2023. Так, в первом чтении принят проект бюджета. Его основные доходы традиционно сформируют налоговые поступления. Бюджет сохранит свою социальную направленность. Планируется, что расходы на социальную сферу вырастут на 17,5%. Рост отмечен в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты. Отдельно запланированы средства на выплату семейного капитала. Все те семьи, а их ежегодно более 10 тысяч семей всегда обращаются, они все будут обеспечены. Плюс, надо сказать, что достаточно большое количество пользуется теми мерами, которые были приняты, чтобы семейный капитал получить досрочно на улучшение жилищных условий. Тоже все эти семьи эти ресурсы получают. Поэтому здесь будет только плюс. Кроме того, в двух чтениях принят проект закона о бюджете ФСЗН. Доходы фонда на следующий год запланированы на уровне выше 25 миллиардов рублей. На выплату пенсии будет направлено больше средств, чем в нынешнем году. Увеличится и размер суммы на выплату пособий. Здесь надо говорить о двух видах пособий. Это пособия семейные, или мы детские говорим, пособия. И пособия, связанные с нетрудоспособностью. Всего объем ресурсов тоже достаточно большой. Это почти 22% от расходной части, 5,5 миллиардов рублей. Основная доля, конечно же, это наше пособие, которое мы платим семьям воспитывающих детей. И основное пособие, это пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Это почти 2 миллиарда рублей. В следующем году мы планируем направить на выплату этих пособий. Рост? Рост. Это почти плюс 400 миллионов по сравнению с текущими условиями 2022 года. Ну и расходы, связанные с больничными. Без них мы, как говорится, тоже никуда. Это 1,9 миллиардов рублей. Это те ресурсы, которые мы планируем направить, чтобы обеспечить страхование человека в случае его болезни. Также депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам налогообложения. Им предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, а также индивидуальных предпринимателей. Локализация отечественной техники и модернизация действующих производств. Такие темы звучали во время совещания при участии спикера Верхней палаты парламента Натальи Качановой по вопросам функционирования мотовелозавода. Эта ситуация на особом контроле Совета Республики. К Новому году предприятие должно представить ассортимент выпускаемой продукции. Задачи поставлены на первом плане решить вопросы с локализацией производства. Еще одна важная тема – это модернизация. К окончанию первого квартала 2023 года стоит задача 26% локализовать наш отечественный мотоцикл «Минск». Значит, к концу 2023 года «Минский мотоцикл» будет локализован до 36%, но на этом работа не останавливается, мы будем проводить работу по локализации дальше. Если мы говорим про мототехнику, это двигатель внутреннего сгорания и шина. На сегодняшний день это очень большие капитальные затраты. Значит, по двигателю внутреннего сгорания это 138 миллионов белорусских рублей, по шинам это 11 миллионов долларов. Беларусь – социально ориентированное государство. Как на фоне мировой социальной нестабильности и стремительного падения рождаемости чувствует себя наша страна? Белорусский ответ – это здоровая и крепкая семья. И государство готово поддерживать этот тренд. Доступность образования, медицины, льготы для многодетных. А что еще? Социальная политика по-белорусски – тема нового выпуска ток-шоу «Экономическая среда». Я бы все-таки выделила крепкую экономику как основу, которая обеспечивает социально-экономические условия, которые позволяют в дальнейшем повышать благосостояние, качество жизни семей и особенность детьми, сохранять здоровье и укреплять семейные ценности. Работник с родительскими обязанностями – это не обуза для компании, это наоборот, это более стабильный работник. У него уже, ну, такое более-менее три ответственные, ответственные, конечно, за ним уже есть семья, у него есть дети, он должен их обеспечивать. Он меньше рискует, он больше следит за своим здоровьем. И пытаемся объяснить нанимателю, что вот то, что он поддержит человека с родительскими обязанностями, этот работник придаст ему больше вклад. Увеличение количества вторых, третьих, четвертых родов, мы это видим на деле, они реально увеличиваются. Если раньше, ну, учитывая, что старшая работа у меня достаточно большая, в основном мы видели первые и вторые роды, то сейчас многодетность, надо сказать, что вошла в моду. И это говорит о том, что поддержка, безусловно, существенная. Экономическая среда – программа, в которой понятным языком обсуждают сложные экономические процессы в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня, сразу после панорамы, на «Беларусь-1». В МИД состоялось заседание консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На мероприятие съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья и Ордании, Испании, США, Германии, Узбекистана, Эстонии. Заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук проинформировал участников о происходящих событиях в Беларуси и за пределами нашей страны. Мы обеспечиваем, во-первых, связь наших людей, которые по тем или иным причинам оказались за пределами Родины. С другой стороны, мы обеспечиваем преемственность поколений, где мы передаем по эстафете те наши традиции, те наши знания, те наши культурные и иные ценности, которыми мы обладаем. И мы постоянно делимся с нашими соотечественниками новейшей информацией, новейшими сведениями о событиях, которые происходят непосредственно у нас в стране, для того, чтобы у них было четкое и при этом объективное картино-представление о реальности, а не о том, как порой в отдельных странах или группе стран доносят, естественно, с определенными пропагандистскими целями. Амбициозные, уверенные в себе и в важности своего дела. Главная задача – популяризировать белорусскую культуру, подчеркнула председатель Нарвского белорусского общества Сябры. Как отметила при посещении Белоруссии, всегда старается побывать в исторических местах, где увековечена память о тех, кто сражался за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Ведь там, где живет она, в Эстонии, приходится наблюдать за тем, как власти нещадно переписывают историю и разрушают памятники. Честно говоря, без слез нельзя на это говорить, потому что это самое страшное, что творится сейчас. То, что переписывают учебники, детей учат по другим учебникам, это не секрет, наверное, уже об этом давно было сказано. Но то, что творится сейчас, ну, наверное, многие видели и слышали, как разговор шел о сносе памятника. Но под этой акцией сноса памятника были уничтожены многие памятники, посвященные именно освобождению Нарвы. Причем зверски уничтожены, разбиты, закопаны. Вот это ужасно. И это продолжается. В деревне Янушкович и Логойского района после реконструкции открыли памятник воинам, партизанам и мирным гражданам, погибшим в Великой Отечественной войне. Мемориал, которому более полувека, восстанавливали студенты волонтерских отрядов БНТУ. Эскизный проект создан под руководством Армена Сардарова, декана архитектурного факультета. Новый облик получила стена памяти, которая хранит на себе имена 460 человек. Проект БНТУ станет отправной точкой большой общереспубликанской работы по реконструкции и восстановлению мемориалов с участием и других вузов страны. Здесь представители четырех факультетов, в том числе и архитектурного. Ну, мои ребята, естественно, больше художественной работы воплощали. Это, естественно, под руководством одного из наших педагогов, скульптора Ксении Шапо. Поскольку это профессиональные, восстановить эту скульптуру надо было. Каждое имя, которым прикасалась рука, это вот это воспоминание, это движение к памяти, к людям, к подвигу наших людей. Мы очень сильно гордимся, что мы вложили какой-то вклад в свои частички себя и отдали свое время, свои силы, чтобы хоть как-то сохранять историческую память. Поначалу мы занимались все полностью вручную. Обучить основам оказания первой помощи комплексно и интерактивно. Гомельская областная организация Красного Креста открыла специализированный учебный центр для населения. Разделен на две тематические локации по экстренной медпомощи и уходу за больными на дому. Курсы на 80% состоят из практики. Под рукой есть все необходимое, в том числе симуляционное оборудование. Мы настолько доступно на практике все объясняем, что слушатель уходит после курса с полной уверенностью того, что он не растеряется в какой-то неотложной ситуации. Слушайтесь в эти цифры. 59% сложных последствий от травм можно было избежать, если рядом находился человек, который умел оказывать первую помощь. К нам на занятия нельзя прийти на каблуках. К нам нужно прийти в удобной одежде для того, чтобы сформировать навык, нужно отработать это на манекене вместе со своим соседом по парте, скажем так. И писать здесь надо очень немного. Здесь много нужно как раз работать. В регионе это первый подобный центр. За успешное прохождение курсов предусмотрен сертификат. Пусть. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok